Всем привет! Лето в самом разгаре, и жара дает нам жару, потому что в большинстве районов в этом году выдалось очень жаркое лето, и эта жара стоит, ничего не меняется, она нас испепеляет, и для тех, кто активно работает, либо учится, возникают проблемы, потому что в такие моменты кажется, что вместо мозгов кисель, и вообще ничего невозможно сделать, хотя кажется, что вот я сейчас напрягусь, и вот все сделаю. На самом деле не всегда так получается, не всегда получается собраться, я изучила этот вопрос, что же на самом деле происходит с нашим мозгом в жаркую погоду, на самом деле что-то меняется, или нам это кажется, потому что в принципе, конечно, жара очень сильно расслабляет, нам хочется спать, нам хочется, ну мы чувствуем себя такими уставшими, и я нашла два интересных исследования, которые мы сегодня рассмотрим, их в целом гораздо больше, кое-какие интересные я обязательно укажу в инфобоксе. Так вот, первое исследование было на студентах Бостона, ну гарвардских студентов, и второе исследование было на солдатах, которые служат в пустыне, ну то есть в жаркой какой-то в общем стране. Студентов Бостона взяли не случайно, потому что в Бостоне очень жарко летом, и очень сухо летом, и очень холодно зимой, и в тот год, когда делали исследование, какой-то там было вообще супер-супер какие-то температуры, и местные преподаватели, которые являются в большинстве случаев исследователями, скооперировались, собрали студентов, и решили узнать, как же все-таки это влияет все на мозг, жара, по-научному это тепловой стресс называется, жара, жаркая погода. Вот, они их изучили, и они разделили их на две группы, одна группа жила в более новых зданиях, где был кондиционируемый воздух, то есть там была такая оптимальная температура, более-менее. Вторая группа студентов жила в более старых зданиях, где не было кондиционируемого ничего, то есть они как была погода, так была, то есть они там шкварились летом занадненько. Они им давали тесты в разное время суток, в основном там с утра и в обед, и когда они перемещались между аудиториями, то есть когда они там ходили из жаркого в холодное, в общем, все эти процессы они измеряли, они еще измеряли количество воды, которую они выпивали, они там носили пульсометры, в общем, все-все-все-все это собрали. Во втором исследовании были солдаты, которые больше года прослужили в пустыне, их просто тестировали зимой и летом, то есть одних и тех же солдат давали, ну, практически одно и то же здание, такие всякие когнитивные вопросики, задачки, головоломчики такие небольшие, одно и то же вот давали зимой и летом и сравнили их результаты. Что же дало два этих исследования? Оно нам дало очень четко понять, что в жаркую погоду наши когнитивные функции снижаются и достаточно сильно. В процентном соотношении это всего 10-15%, но, как говорят исследователи, на повседневных делах это практически не отражается, то есть это какие-то, ну, там, вы поели, поспали, походили, поболтали, ну, что-то такое поделали, на вас это не сильно скажется, но если вы захотите сделать что-то там сложное по работе, если вы сядете за руль в этом состоянии, если вам нужно будет что-то запомнить, что-то выучить, что-то, решить какую-то задачу, в общем, сложные когнитивные процессы, повторюсь, вождение автомобиля это сложный когнитивный процесс, то вы почувствуете, что вам не хватает мощности, то есть вам не хватает внимания, вам не хватает памяти, вам не хватает сосредоточенности и так далее, потому что все это падает от жары. Действительно, наш мозг на какой-то процент вот этот отключается. Это происходит за счет многих процессов, которые дает жара. Исследователи точно не могут вот прям сказать, почему это так происходит, но они заметили, что ухудшаются нейронные связи в нашем мозгу, то есть ухудшаются нервные соединения. Что это значит? Для того, чтобы информация проходила в нашем мозге очень быстро, у нас есть нейроны, между нейронами есть такие связи, они вот, ну, как бы передают информацию от одному к другому. За счет электрических разрядов и за счет химического процесса, который между вот этими соединениями происходит. Когда нам жарко, химический процесс в нашем мозге нарушен, потому что нарушается электролитный баланс, то есть внутри нашего мозга наши нейроны не функционируют так, как нужно. За счет этого снижается скорость передачи сигнала, это ухудшает нашу память, потому что мы не можем быстро что-то запомнить, для этого наши нейроны должны функционировать хорошо. Наше внимание и концентрация тоже очень сильно снижаются, потому что, чтобы направить внимание, нам нужно быть собранными, то есть, опять-таки, сигналы должны проходить достаточно быстро. И, кстати, в этот момент, ну, в такие моменты очень характерно то, что мы начинаем плохо видеть, плохо слышать, мы не можем функционировать, как бы наши руки-ноги могут по-другому работать, то есть мы за них не отвечаем, потому что вся наша информация, вся наша сенсорная информация, которая поступает извне, потому что видим-то мы мозгом, не глазами, и наши руки двигаются за счет того, что в нашем мозге происходит процесс, то есть команда идет из мозга. В общем, когда вот этот вот нейронные связи, ну, не то что нарушены, они замедлены и не так гладко идет все так, как нужно, то вот у нас появляются какие-то пятна на глазах, потому что часть этой информации просто не обрабатывается, она не успевает проходить. То есть наши руки-ноги там, например, не так быстро двигаются, как нам нужно, плюс снижается вот эта вот скорость реакции, которая очень важна, напомню, для водителей. То есть соображаем мы очень медленно и плохо, и не так качественно, как в обычные дни. И это не зависит от того, собраны мы, не собраны, стараемся мы, не стараемся, просто наш мозг работает не так, как нужно при жаркой погоде. Ему плохо, ему тяжело. Еще ученые говорят о том, что, возможно, из-за того, что гиппокамп перегружен, он отвечает, в принципе, за такие автономные процессы в нашем мозге, за дыхание, пищеварение, он тоже там дает команды. И он тоже отвечает за теплообмен, поддержание температуры тела. И когда вот этот процесс занимает все внимание, потому что гиппокамп в этот момент, когда очень жарко, направляет все свои ресурсы на то, чтобы мы не перегрели, чтобы мы не закипели, то есть он заставляет нас потеть. И в этот момент вот он тоже нас заставляет прилечь, поспать. Потому что когда мы спим, мы не двигаемся, мы когнитивно ничего не делаем, да, у нас есть какие-то определенные процессы, но они в таком угнезенном состоянии, то есть все процессы немножко замедляются, значит, можно на них не тратить силы. Поэтому мы очень сильно хотим лечь, поспать, отдохнуть в этот момент, потому что идет очень сильный процесс охлаждения тела, и на это отброшены все силы. Поэтому, когда мы в течение очень жаркого дня, мы не можем нормально соображать, повторюсь, это зависит не от нас, это не потому, что у нас что-то произошло, это просто тепловой стресс так влияет на наш мозг. То есть даже вот это понятие тепловой стресс, вы уже понимаете, что вы в стрессе. А стресс – это плохо для организма, это то, что нас разрушает. И как раз-таки гарвардские ученые, которые вот над студентами испытывали их, они сказали, что как только студент попадает в более комфортные условия, то есть ниже температуры, то наши функции восстанавливаются, когнитивные способности восстанавливаются, ну, через какое-то время, там, небольшой промежуток, но все-таки вот восстанавливается. И последнее, о чем я хочу сказать, что, ну, я предберегала это на потом, потому что это грустная новость. Городские ученые те же самые, они выяснили, после какой температуры идут те самые нарушения после 26 градусов. Да, к сожалению, после 26 градусов мы начинаем хуже соображать. То есть чем выше температура, тем ниже наши когнитивные способности. Ну, вот после этой отметки идет уже вот там минус 5%, минус 10%, минус 15% и так далее. А сейчас у нас плюс 35, то есть на 10 градусов больше, чем нужно нашему мозгу. Так что то, что наш мозг превращается в горячий кисель, это оказалось правдой. То, что наши когнитивные функции снижаются, тоже правда. Это расстраивает, это удручает, но радует, что как только мы попадем в более комфортные условия, все наладится. Поэтому если вам нужно много учиться, много работать, и у вас что-то такое вот ответственное, то нужно следить за температурой, которая вас окружает, потому что, скорее всего, вы примите какое-то неверное решение. Вы не сможете вовремя отреагировать, потому что ваша реакция будет замедленная. В общем, последствий может быть много. Все, мои хорошие, новости не очень нетешительные, но, по крайней мере, мы нашли корень зла. Я, конечно, подозревала это, но это уже точно подтверждено, что в ЖРУ мы плохо соображаем. Это надо просто учитывать. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк до следующих видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok